Уважаемые коллеги, вновь приветствую вас всех на очередном брифинге службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. Завтра, 27 марта, в Алматы, президент Республики Казахстан Насултан Азербайев проведет совещание по развитию южных регионов нашей страны. В ходе совещания глава государства заслушает доклады Акимов города Алматы, Алматинской области, Жамбулской области, Казалардинской области, а также Южно-Казахстанской области. Сегодня, 26 марта, на седании правительства Казахстана под руководством премьер-министра Казахстана Сирика Ахметова был обсужден ход реализации государственной программы развития образования в Республике Казахстан. Данная программа, как вам известно, была рассчитана на 11-20-е годы. О государственной политике в сфере образования на брифинге службы центральной коммуникации подробно информировал вас министр образования и науки Казахстана господин Бахчан Жумагулов. Хотел бы, со своей стороны, подчеркнуть, что государство последовательно и неуклонно развивает в Казахстане систему образования, ориентированную на высшие мировые стандарты, в то время как даже западные ведущие страны сокращают уровень дотации и ассигнований для поддержки системы образования, также системы образования в сфере высших учебных заведений и в Казахстане. В нашей стране система поддержки из года в года растет. Образованность каждого казахстанца – это ключ к достижению конкурентоспособности нашей нации. Государство поддерживает стремление молодежи к профессиональному росту и расширению образования. Одним из современных методов образования может стать система онлайн-образования. К ее развитию призывал к своему посланию президент Казахстана Насултан Назарбаев. Особенность системы онлайн-образования – это дополнительная степень трудовой свободы. Вне зависимости от места проживания и работы человек может получить с помощью онлайн-образования, востребованного в стране профессию и трудоустройства в любом регионе нашей страны. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня в правительстве также рассматривались проекты законов Казахстана по разграничению полномочий между органами государственного управления и развития местного самоуправления. О сути данного законопроекта докладывал первый заместитель премьер-министра Казахстана, министр регионального развития Бахчан Сагантаев. Главной целью законопроекта является создание правовых условий для реализации конституционных прав граждан нашей страны на осуществление местного самоуправления. Предусматривается также повышение роли населения в сельских местностях, поселках, городах районного значения в решении местных вопросов. Также хотел бы обратить внимание, что сегодня на заседании члены правительства Казахстана рассматривали вопросы по подготовке к проведению в Астане международно специализированной выставки Экспо-2017. 28 марта первый заместитель премьер-министра Казахстана, министр регионального развития правительства Казахстана, господин Бахчан Сагантаев, посетитель рабочей поездки в север Казахстанскую область. На 26-30 марта запланирован рабочий визит в Соединенные Штаты Америки заместителя премьер-министра Казахстана, министра индустрии и новых технологий Республики Казахстана господина Осета Исекешева для участия в глобальном технологическом симпозиуме. В ходе визита ожидается обсуждение перспектив казахстанско-американского экономического сотрудничества, а также реализации проекта в рамках хвостированного индустриально-инновационного развития нашего государства. Запланированы встречи казахстанская делегация во главе с соседом Исекешевым с руководством ведущих высокотехнологических американских компаний, а также представителями преподавательского состава высших учебных заведений Соединенных Штатов Америки. Уважаемые коллеги, после рабочего визита Ирлана Адрисова в Республику Узбекистан, как вам известно, данный рабочий визит состоится завтра, о чем ранее сообщалось внешнеполитическим ведомством нашей страны. На 28 марта запланирован официальный визит министра иностранного дела Казахстана Ирлана Адрисова в Республику Таджикистан. Это первые визиты Ирлана Адрисова в Ташкент и Душамбе в качестве главы внешнеполитического ведомства нашей страны. Уважаемые коллеги, как вам известно, с первых дней обретения независимости Казахстан последовательно выступает за укрепление режима нераспространения сохранения региональной и международной безопасности. Как вам известно, по итогам очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе, которые состоялись в Алматы 26-27 февраля этого года, участвующие в переговорном процессе стороны достигли договоренности о проведении очередного раунда переговоров в Алматы 5-6 апреля этого года. Между тем, стороны также на экспертном уровне, как вам известно, провели переговоры в Стамбуле 18-19 марта. Выбор Алматы является совместным консенсусным решением всех участвующих в переговорном процессе сторон. И мы рассматриваем наше предложение провести переговоры по иранской ядерной программе в Алматы как очередной вклад Казахстана в дело укрепления международной стабильности и безопасности. Хотел бы еще раз напомнить, что Казахстан не участвует в переговорных процессах. Вместе с тем, в качестве принимающей стороны наша страна вновь приложит все необходимые усилия для того, чтобы создать максимально наиболее благоприятные условия для успешного проведения переговоров в Алматы. Казахстанская сторона предоставляет всем аккредитованным иностранным и отечественным журналистам пресс-центр и зал пресс-конференции в отеле «Интерконтиненталь Алматы». Сами переговоры, естественно, пройдут в отдельном здании. В настоящее время по линии Министерства иностранных дел Казахстана осуществляется аккредитация иностранных средств массовой информации. Данная аккредитация продолжится до 2 апреля включительно. Касательно регистрации и аккредитации представителей средств массовой информации Казахстана данная работа будет продолжена по линии Министерства культуры и информации. О начале регистрации, а также о ходе переговорного процесса по иранской ядерной программе актуальная информация будет размещена на официальном сайте Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана ОРДКОМКЗ. 28 марта в конференц-зале Генеральной прокуратуры Казахстана пройдет первый форум на тему тюремной реформы, на тему места тюрем-пробация. В форуме планируется участие представителей Генеральной прокуратуры Казахстана, Конституционного совета Казахстана, администрации президента, государственных органов, международных организаций и других учреждений. 26 марта в Назарбаев университете пройдет день открытых дверей высшей школы государственной политики. Всем посетителям предоставляется уникальная возможность узнать о программе магистратуры в области государственной политики, предлагаемой данной школы, в том числе информацию о поступлении и предлагаемых государственных гарантиях и учебной программе.